Здравствуйте! В эфире информационная программа новости в студии Светланы Дёмина. Мои коллеги познакомят вас с главными событиями из жизни родного города. Вот о чём мы расскажем вам сегодня. В мраморных глыбах оживают герои произведений Лермонтова. Скульпторы помогают украсить Зареченский парк имени великого русского писателя. Это будет украшением. Украшением вот этой части парка Лермонтова. Все скульптуры хорошо будут просматриваться. Обеспечивать зареченцев всем необходимым и дарить им радость. Работа в сфере торговли и обслуживания как призвание. Главное в своей работе, я считаю, не знаю, любить, наверное, прежде всего людей, чтобы им было вкусненько, славненько. Теперь об этих и других событиях подробнее. Зоны отдыха солнечная и лесная летом – одни из самых любимых мест отдыха горожан. Но надо помнить о том, что купание в пруду может быть опасным, если не соблюдать правила. На днях на пруду чуть не ушёл под воду 11-летний мальчик. Подростка спасли неравнодушные горожане, которые также отдыхали на пляже. Самое удивительное, что мальчик на пруду был не один. С берега за ним наблюдала мама и старшие сёстры. Да и матросы-спасатели дежурили, как полагается. Как взрослые допустили такую ситуацию и кто виноват? Специальное расследование провела Ольга Савкина. В субботним днём женщина, две её взрослых дочери и 11-летний сын отдыхали на пруду. Мальчик плавал на матрасе. Сопровождающие его взрослые были на берегу, и тут чуть было не случилась беда. Ну, в общем, как бы он плавал, всё было хорошо. Тут он решил, значит, в общем, не послушаться, развернулся. Мы не думали, что он далеко отплывёт. Но развернулся и так что-то быстро получил, что переплыл на тот берег. Мы стояли, наблюдали за ним, как он оттуда плывёт. И тут вот он, я не знаю, он мне сказал, что опустил руку в воду, а матрас всё-таки узковатый, и соскользнул в воду. Проплыл, я думаю, может, метров 10, наверное, проплыл. Вот, тут, естественно, дочь вот у меня увидела, бросилась бегом сразу в воду, вот, я за ней побежала. К спасению мальчика, который плавать почти не умеет, по утверждению мамы, подключился один-единственный из множества отдыхающих. Он, естественно, без разговора вот за дочерью поплыл. Я просто стояла на берегу, наблюдал, чтобы как бы он не ушёл под воду. Это испугалось, конечно, тоже. Хотелось бы вот выразить этому человеку огромную благодарность, потому что кроме него на пляже, хотя много было народу довольно и около берега, и видели все прекрасно, уже потом слышали, что ребёнок кричит «помогите», ни один не пошевелился. Не хочется верить, что мы, зареченцы, такие равнодушные в общей массе люди. Возможно, приняли всё за шалость. Матросы-спасатели говорят, что дети часто в играх кричат «спасите», «помогите». Приходится проводить разъяснительные беседы. Может, от того, что мальчик долго был один на воде, когда самостоятельно плавал на матрасе и без матраса тоже всё-таки плыл, никому и в голову не пришло, что он тонет. А по поведению было заметно, что он тонет или просто... Он плыл. Он просто вот немножечко, он плавать умеет. Но он вот спортом занимается. И, наверное, вот то, что вот, я не знаю, он выносливость, вот это его спасло. Когда родительница говорит о том, что мы не оказали эту помощь, да и крика-то о помощи не было. И ведь мы обращаем внимание на то, когда реальные угрозы, когда человек реально, допустим, просит о помощи, либо очевидцы, те, которые видят, что человеку нужно помочь. Спасатели, дежурившие, в тот день рассказывают, что занимались обычными делами. Прогоняли детей, ныряющих с дамбы и купающихся в неположенном месте. Следили в основном за теми, кто пришел на пляж без взрослых. Удаляли с пляжа тех, кто находился в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, горожан, отдыхающих на пруду с пивом, а то и с напитками покрепче, несмотря на профилактическую работу, хватает. В общем, случившегося спасатели не видели. Один спасатель уводил ребенка, такого же ребенка, 11-летнего, у которого была повреждена нога, на стекло наступил, ему нужно было оказать помощь. Он пошел с бинтом и с ватой оказывать помощь ребенку. А второй находился здесь, на берегу, но к нему никто не обращался. Нашлись и очевидцы завсегдатые пляжи, утверждающие, что не все было правильно в поведении взрослых членов этой семьи. К спасателям семья с претензиями, что они плохо следят за отдыхающими, действительно обратилась уже после, когда все благополучно завершилось. Может быть, не понравилось родителям то, что спасатель сказал, что и вы тоже, как родители, должны смотреть за своим ребенком, а не перекладывать эту обязанность на спасателей. И он должен реагировать, правильно реагировать. И если спасатель не реагирует на эти сигналы, это уже граничит с преступлением с его стороны, не оказание помощи потерпевшему на воде. Поэтому я исключаю, что такое могло быть, и не может это быть вообще. Вина спасателей или собственный недосмотр? Не беремся делать выводов и никого не хотим обвинить. Случаи в зоне отдыха «Солнечное» рассказали, чтобы извлечь урок всем ответственным за безопасность. Собственную, своих близких и всех горожан. Ольга Савкина, Андрей Лешин, Сергей Тюрин, телерадиокомпания «Заречный». В «Заречном» растет число торговых точек, которые стали реализовывать спиртосодержащие настойки. Различные бальзамы, крепости до 70%, которые раньше продавались в аптеках, теперь появились на прилавках магазинов, причем не продуктовых, а хозяйственных. Будучи недорогими и общедоступными, зачастую такие настойки в большом количестве приобретаются людьми, злоупотребляющими спиртным. Эта ситуация беспокоит и жителей города, и руководство «Заречного». Заместитель главы администрации Юлия Зубова провела совещание по вопросу реализации спиртосодержащей продукции. В его работе участвовали представители отдела внутренних дел и врач-нарколог городской поликлиники. Они подробно рассказали, какую опасность несет употребление медицинских настоек не по назначению. Мы пригласили всех собственников данных хозяйствующих магазинов и хотим просто проговорить с ними, обратиться к ним с просьбой, с рекомендацией о том, чтобы приостановить торговлю данными спиртосодержащими настойками, так как это пагубно отражается на здоровье и жизни наших с вами горожан. Тех слоев, которые, к сожалению, пристрастны к употреблению именно алкоголя. На совещании по реализации алкогольной продукции присутствовали в основном руководители торговых точек. Заместитель главы администрации Юлия Зубова обратилась к ним с предложением обсудить с собственниками магазинов вопрос о снятии с продажи алкоголя содержащих настоек и сообщить о конечном решении до конца недели. Если новое предложение, касающееся спиртосодержащей продукции, получит отклик со стороны собственников магазинов, планируется подписать соглашение об ограничении торговли данным видом товаров. Подробнее о том, какая работа проводится в городе по контролю за реализацией спиртосодержащей продукции, мы поговорим с нашим гостем. Сразу после основного блока новостей к нам в студию придет начальник отдела промышленности, развития предпринимательства и сферы услуг администрации Заречного Дмитрий Кулагин. А пока к другим темам. Коммунальные службы Заречного приступили к реализации проекта, который должен решить проблему зареченских бастилий. Во всех трех многоэтажках в подвалах периодически скапливается вода, из-за чего в подъездах повышенная влажность. Около 30-го дома на проспекте 30-летия Победы рабочие ЖСКХ сделали так называемый экспериментальный колодец. По расчетам специалистов, грунтовые воды из подвала должны уходить сюда. Если результаты эксперимента подтвердят теорию, колодец станет частью системы водоотведения домов. Устройство пола такое, что разные уровни, разные отметки этого пола. Естественно, влага скапливается в низенных частях подвального помещения, что создает сложность с ее уборкой. Принято решение об устройстве септика, чтобы на практике убедиться о том, что воды действительно грунтовые, отследить уровень этих грунтовых вод. Ну и в последующем устройство дренажной системы с целью отведения этих вод. Этот колодец как раз это септик для сбора воды. Значит, это первый шаг об устройстве дренажной системы. Потому что старая дренажная система имеет те отметки, которые не позволяют воды с подвала отвезти. Около 7 миллионов рублей потратят на подготовку зареченских школ к новому учебному году. Сейчас практически во всех образовательных учреждениях идут ремонтные работы. План мероприятия разработали еще в октябре прошлого года. В апреле внесли необходимые изменения. Учли потребности каждой школы, а также замечания и предписания надзорных органов, полиции, прокуратуры, санитарных врачей. В настоящее время ведутся работы по ремонту туалетных комнат. Это в 220-й школе, в 221-й школе, в 230-м лицее. Завершены работы по устройству системы оповещения 4-го типа. Это 216-я школа, это 225-я школа. Реализуются мероприятия по антирору. Здесь 25-я школа, например, установлены шлаговым. В этом году у нас практически каждая школа выполняет определенный вид работ. Например, если есть протечка кровли в 130-м лицее, в этом году у нас также эти работы будут выполнены. Все работы планируют завершить к началу учебного года. В августе специальная комиссия проверит состояние школ Заречного и их готовность к приему детей. К сентябрю преобразятся не только образовательные учреждения, но и Лермонтовский парк. Работы по реконструкции пешеходных дорожек и благоустройству лесного массива там уже ведутся. А по соседству участники 5-го Всероссийского симпозиума скульпторов трудятся над декоративными украшениями. Где расположат будущие скульптуры и как будет выглядеть новый парк культуры имени Лермонтова, выясняла Ольга Савкина. На площадке, где работают скульпторы, кипит работа. Только недавно мы наблюдали за разгрузкой мраморных глыб, и вот на наших глазах из камня рождаются царица Тамара, ангелом Цири, сам Лермонтов, по чьим произведениям проводится это симпозиум, и другие его герои. Работается отлично. Город у вас замечательный, лист такой зеленый, атмосфера такая спокойная. Маргарита Салычева, впрочем, как и все участники симпозиума, говорит, и работать одно удовольствие, дружная команда скульпторов, отзывчивые помощники и тема благодатная. Ее, демон зачарованный, приснился девушке во сне. Отец Маргариты, скульптор Михаил Салычев, ваяет тут же рядом. Это его Мцири сражается с Барсом. Очертания одних скульптур уже вполне отчетливо, другие только намечаются. А вот Беллу, Василиса Чугуновой, помощники из РСК, бережно перемещают на другое место, помогают мастеру закрепить ее на основании. Творение Василисы почти готово. Осталось выполнить несколько штрихов, какие-то вытянуть, какие-то плоскости, и все, сделать пару акцентов, и она, да, завершена. Ощущение, что я выполнила свой замысел, то, что я планировала, какие-то поиски, которые вот уже завершились, ну, необычно, она привыкает к своей работе. Сегодня еще мы пойдем посмотрим. Ну, есть несколько мест, вот, которые я бы хотела поставить. Надо с архитектором его будет последнее слово. Скульптуры по произведениям Лермонтова украсит Лермонтовский парк. В другой его части, где шум перфораторов и болгарок не слышен, асфальтируют дорожки, вычищают подлесок и убирают сухостой, чтобы ничто не мешало потом наслаждаться творениями мастеров. Это будет украшением. Украшением вот этой части парка Лермонтова. Все скульптуры хорошо будут просматриваться. Сейчас работники КБУ активно занимаются благоустройством территории. Мне очень приятно, что все работы пройдут в этом году. Сейчас уже есть понимание, что должно стоять, где должно стоять. И жители нашего города увидят скульптуру в законченном виде уже в этом году. В парке продолжаются подготовительные работы. Вот-вот привезут бетонные блоки для фундаментов. Специалисты продумывают, как максимально бережно доставить скульптуры на место, разместить и представить творения мастеров в наиболее выгодном свете, сохранив при этом ландшафт. А скульпторы пока продолжают творить свое волшебство. Ольга Савкина, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный». 27 июля вся страна отметит День военно-морского флота Российской Федерации. Географически у «Заречного» нет выхода к морю, но и нашему городу есть что отпраздновать. Каждый год наши ребята отправляются служить в Балтийск на подшефный ракетный катер Р-187, который уже два года носит имя «Заречный». Поздравить командование и всех, кто служит в Балтийске, отправится зареченская делегация. Ребятишки, когда туда идут, они там уже встречают тех, кого они видели в школе, кого они видели на улице. То есть они не приезжают ни в пустыню, они приезжают к своим знакомым, приезжают в коллектив, за которым незримое око города Заречного. То есть вы видите, туда раз в полгода обязательно ездят наши делегации. Мы обязательно побеседуем с нашими молодыми людьми, которые там сейчас служат, узнаем их чаяния, что передадим привет отсюда и обязательно от них родителям привезем привет. В предстоящие выходные свой профессиональный праздник будут отмечать не только те, кто стоит на страже морских рубежей России и те, кто связывает годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ. 27 июля в нашей стране будут праздновать День работников торговли. Большинство из них поздравления принимают прямо на рабочем месте. Переоценить важность деятельности тех, кто трудится в сфере обслуживания и торговли сложно. Они работают с людьми и для людей. Делают все, чтобы удовлетворить потребности всех без исключения. Героиня нашего следующего сюжета сделала это своим жизненным кредо. Рабочий день Светланы Каминской начинается, когда большинство зареченцев еще спит. Она заведующая производством в ресторане «Сиреневый туман», так сказать, старшая по кухне. Следит за приготовлением блюд, соблюдением рецептуры, работает с клиентами. Рабочий день мой начинается с 6 утра и заканчивается не знаю во сколько, и в 6, и в 7, и в 8, как приходится. Жизнь моя проходит всегда, и вот здесь, в «Сиреневом тумане». В сфере обслуживания и торговли Светлана Леонидовна трудится уже 30 лет. Сначала работала в первой заводской столовой поваром. Готовила так, что от посетителей отбоя не было. Плюс ко всему следила за порядком на кухне, была душой коллектива. Поэтому, когда в ведении производственного объединения «Старт» появилась еще одна точка общественного питания «Сиреневый туман», вопроса о том, кого назначить ее руководителем, не возникло. В «Сиреневом тумане» Светлана Каминская трудится уже 14 лет. За это время ни разу не пожалела о выбранной профессии и не захотела сменить сферу деятельности. Главное в своей работе, я считаю, не знаю, любить, наверное, прежде всего людей, чтобы им было вкусненько, славненько, не знаю, делать радость. Я ее люблю, да, очень, я иду с удовольствием на работу, мне очень нравится, коллектив мне нравится, руководство нравится, мне нравится отношение людей к работе, к людям, ко всему. Секрет успеха и хорошего настроения на работе, по мнению заведующей производством ресторана «Сиреневый туман», прост. Его еще много веков назад сформулировал Конфуций. Займись тем, что тебе нравится, и ты не будешь работать ни дня в своей жизни. Светлана Демина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Мы прервемся на рекламу, а сразу после нее встретимся с нашим гостем. Не переключайтесь. Жаркие цены в гипермаркете «Магнит». Средства для стирки 125.90 и еще больше скидок в мобильном приложении «Магнит». Не пропустите снижение цен в аптеках, поддерживающих дисконтную систему «Имплозия». Крион 10 тысяч, упаковка 20 капсул, всего 237 рублей. Линекс упаковка 16 капсул, всего 199 рублей. Скидки по дисконтным картам сохраняются. Повезло заполучить на производство «Золотые руки». Не пора ли вложить в них достойный инструмент? И вам не придется отправлять за ним гонца в столицу или ждать пакеты из Германии. Достаточно всего лишь подняться на второй этаж магазина «Строймаг» «Заречный». Здесь находится специализированный отдел, заполненный инструментом высшей категории от самых надежных мировых производителей. Прославленное выносливостью и удобством оборудования для строителей, сантехников, электриков и прочих мастеров высшего класса может прийтись по руке и главе семейства в домашнем арсенале, но создано профессионалами специально для профессионалов. Готовы поднять свое производство на новый уровень? Поднимитесь на второй этаж магазина «Строймаг» в «Заречном». Велнос-студия «Слим-клуб» теперь и в «Заречном». Это клуб легкого фитнеса и коррекции фигуры. Только для женщин. Обрести фигуру своей мечты вам помогут «Велнос-тренажеры». Никаких физических усилий. Отдыхайте и теряйте килограммы. Без усилий и диет станет стройным силуэт. «Слим-клуб». Телефон 74-11-13. Фотостудия «ВВС» изготовит в короткие сроки фото на документы. Паспорт, визу, удостоверение, анкету. Фотостудия «ВВС». Универмаг, второй этаж. А наши цены ушли в отпуск. Только в июле и августе. Скидка 30% на размещение рекламы на телевидении, радио, мониторах городских автобусов и в интернете. Спешите! Телефон отдела рекламы 60-70-41. Новости Заречного снова в эфире. Напоминаю, что сегодня в администрации города обсуждали вопрос продажи спиртосодержащих настоек. Чем вызвано такое пристальное внимание властей к этой проблеме и как планируют ее решать? Об этом сегодня мы поговорим с гостем нашей студии, начальником отдела развития предпринимательства, промышленности и сферы услуг администрации города Дмитрием Плагином. Добрый вечер, Дмитрий. Здравствуйте, Слава. Ну, расскажите для начала вот насколько актуальна эта проблема для Заречного и в чем, собственно, проблема? спиртосодержащих? Я начну, позвольте, если немножко издалека. То, что с 2010 года у Федеральной службы Росалкогольрегулирования появились полномочия по регулированию минимальной цены на алкогольную продукцию. Так можно вспомнить, что рост цены, например, на такой напиток, как водка, начался со 120 рублей, потом 150, 170 рублей. В данный момент он составляет уже 200 рублей и ожидается с 1 августа повышение до 220 рублей, насколько мне память не изменяет. Таким образом, вся алкогольная продукция, цена на нее растет и рынок сам себя регулирует. Начинает появляться все больше и больше некачественного алкоголя с поддельными акцизными марками и в общем поддельного алкоголя. Также алкоголь находит себя не только в магазинах продуктовых, но и в магазинах бытовой химии и так далее. Если раньше эти настойки являлись лекарственными средствами, то на данный момент они таким образом не лицензируются, не аттестуются и продаются как парфюмерная продукция. Поэтому граждане, которые злоупотребляют алкоголь, в первую очередь, с которым, как правило, все равно они не разбираются особо, что пить, сформировался устойчивый спрос на вот эти вот лосьоны. В администрацию города Заречной естественно поступает достаточное количество обращений граждан, которые являются родственниками, друзьями людей, которые их употребляют. Нужно сказать, что в отличие от лицензируемого алкоголя данный продукт содержит спирт технически очень низкого качества, метиловый, который может вызвать необратимую нарушение головного мозга и физиологии человека. Поэтому они являются очень опасными для употребления и, к сожалению, очень много людей этого не понимает. Вы сказали, что сейчас вот эти настойки продаются в том числе и в хозяйственных магазинах. Вот в Заречном сколько таких точек выявлено и как их выявляли? Вот где продаются именно вот эти вот лосьоны, так называемые, как их сейчас именуют? Ну, проинвенитаризировав торговые точки, мы посетили порядка 60. Данную продукцию обнаружили в 10. Это достаточно высокий процент. И по наблюдениям, по нашим, опять же, проверки мы здесь никакие не имеем права устраивать, и мы этого не делали. Но мы просто, как потребители, также наблюдали этот процесс. И спрос устойчивый, и очень много, в большие очереди, можно даже сказать, за этими настойками выстраивается. Ну, сегодня в администрации города прошло совещание, как раз посвященное этой теме. Кто принимал участие в совещании? Были ли на нем участники, точнее, работники, может быть, сотрудники или владельцы вот этих торговых точек? Да, действительно, сегодня заместитель главы администрации Александр Мазубова собирал совещание по этому вопросу. Были руководители магазинов, предприниматели, арендаторы, которые как раз и содержат данные магазины. Их было порядка 20 человек. Ну, мы пригласили как можно больше. Пришли вот те, там, где продаются, они тоже у нас, люди к нам прислушались, пришли, выслушали. На совещании предоставлялось слово врачу-наркологу Зареченскому, которое объяснило еще раз достаточно популярно и в красках тот вред здоровью, которым наносят эти напитки. И мы договорились с руководителями данных торговых точек о том, что пойдем по пути некого соглашения об ограничении продажи. Еще раз подчеркну, что запрещать каким-то образом, какими-то рычагами надавливать на предпринимателей мы права не имеем. Если честно, не хотим. Мы хотим сформировать некую гражданскую позицию, сознательность в людях, чтобы они ограничили и не продавали. То есть очень большая разница между человеком, который пришел купить тот или иной лосьон для того, чтобы улучшить кровообращение в ногах или еще каким-то образом для волосяного покрова они используются в каких-то медицинских целях. И очень легко отличить от этого человека того человека, который пришел с уверенной целью выпить этот напиток. Мы нашли понимание среди предпринимателей сегодня на свое ощущение, что нас очень порадовало. И мы будем двигаться в сторону того, чтобы каким-то образом оградить людей от того вреда, который они сами себе могут нанести, употребляя эти продукты. То есть предприниматели пошли на контакт, они вошли в положение и ничего против не имеют, я так понимаю. Да, действительно, это не было неожиданностью, мы рассчитывали на такое понимание, потому что все они в основной своей массе жители Заречного, здесь работают, здесь их родные, близкие, соседи. То есть злоупотребление алкоголем наносит большой социальный вред, а уж такие опасные вещества употребления вплоть до смерти. То есть статистика нас на данный момент не совсем радует, пошли навстречу и будут ограничивать. Вот в свое время Заречный стал первым городом в Российской Федерации, который заключил соглашение с аптечными сетями по ограничению продажи коденосодержащих препаратов. То есть это как раз мы в те времена это несколько лет назад было говорили о кодеиновой наркомании. То есть из этих препаратов, которые отпускались по сути без рецептов и очень легко в аптечных сетях можно было изготавливать сильнодействующие наркотики, вызывающие очень сильное привыкание. И также предприниматели аптекари пошли навстречу, запретили и данный опыт был пилотным для того, чтобы внедрить его по всей России. Поэтому мы считаем, что в нашем городе возможно отработать данный вопрос. То есть есть надежда, что в Заречном эту проблему искоренить получится совсем? Я считаю, что именно в этом аспекте безусловно. А как быть с предпринимателями, которые не участвовали в совещании, до которых еще не донесена эта информация? Какая работа будет с ними проводиться? Как с ними будет осуществляться взаимодействие в этом вопросе? Ну, вот, например, сегодня я у вас в эфире как средство массы. Мы рассчитываем на средство массовой информации. В первую очередь у нас есть официальный сайт, на котором мы размещаем информацию в газете. Порадовал то, что пришли все те, у кого в магазинах действительно это продается. Хочу отметить, что люди это делают не со зла, они просто делают ассортимент, рынок им диктует эти условия, и то, что продается, они, конечно же, размещают. все эти люди пришли, и мы с ними это обговорили. Если в дальнейшем будет желание у людей как-то выставлять или продавать неконтролируемые данные опасные вещи, то я думаю, что они будут к этому подготовлены уже. Ну и если все-таки вот это ограничение или все согласятся с тем, что нужно как-то разграничить продажу вот этих вот средств, если можно назвать их медицинскими, будет ли после этого как-то осуществляться контроль за исполнением вот этой договоренности, мониторинг, может быть, какой-то будет проводиться в этих магазинах, то есть не бросит ли все это дальше на произвол судьбы? На произвол судьбы, естественно, это не бросится. Также мы эту тему с предпринимателями сегодня обсудили. Они вполне как бы не против и согласились нам сообщать о данных, где и как, и что продается, получилось ли у них ситуацию эту исправить, потому что, опять же, мы никого не принуждали, не просили совсем отказаться от этого, потому что это как бы ассортиментная продукция и кроме лица, злоупотребляющим алкоголем, ее еще и обычные граждане приобретают. Однако же самым нашим главным, если можно так выразиться, информатором и индикатором являются граждане Заречном. То есть вот в нашем городе люди не молчат о каких-то проблемах, они сразу обратятся и если увидят, что где-то злоупотребляется каким-то договоренностями, они будут обращаться и это предмет разговора. Куда, кстати, гражданам обращаться, коль уж на них возложена такая ответственность, такая миссия важная? Ну, опять же, я вот хочу подчеркнуть, что это ни в коем мере не контрольные какие-то функции и так далее, да, то есть обращаться можно в отдел предпринимательства, да, мы, как бы, данный продукт не запрещен к продаже, если его заметят, то, может быть, и это не является никаким преступлением, нарушением, но можно обратиться, сообщить наш отдел, чтобы мы просто знали, где это происходит, потому что действительно при обходе, да, и вот визуальном осмотре видны были в некоторых местах просто очереди из вот как раз людей с имеющих, да, определенного вида, да, с определенной целью, то есть хотелось бы, чтобы такого не было, почему, потому что это реальный яд. Спасибо большое, будем надеяться, что все получится и предприниматели действительно откликнутся на эту инициативу. Спасибо большое. Спасибо большое. Это все новости на сегодня, я с вами прощаюсь, до встречи на телеканале Заречный. Спонсор прогноза погоды компания «Ремстрой». Только до 1 августа суперцена. Окно под ключ всего за 7999 рублей. Отлив, подоконник, внутренние откосы, беспроцентная рассрочка. Честная гарантия – 5 лет. Телефон 232-232. Компания «Ремстрой». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok